В Казахстане сохраняется режим карантина. Ограничительные меры будут снимать постепенно, и это зависит от эпид-ситуации в каждом регионе. Но уже сегодня многие граждане после отмены ЧП посчитали, что угроза миновала, и можно возвращаться к привычной жизни. Так ли это расскажет моя коллега Мадина Юсимбаева, она присоединяется к нам в студию. Ну, Мадина, добрый вечер. Почему ты сегодня пришла в таком защитном костюме? Добрый вечер, потому что в Казахстане готовятся ко второй волне COVID-19. Вот такими костюмами, перчатками, масками и другими средствами индивидуальной защиты Министерство здравоохранения собирается полностью обеспечить Казахстан уже к осени. Удобно в такой одежде, Мадин? Извиняюсь, что перебиваю. Очень жарко. Это одноразовый костюм, и он служит защитой в течение четырех часов. Но у врачей есть и другие противочумные костюмы. В них работать еще тяжелее. Но вернемся к нашей теме. Итак, именно осенью вместе с сезонным распространением ОРВИ и гриппа ожидается и новый подъем заболевания коронавирусом. Чтобы быть готовыми, в ближайшее время в стране планируют наладить производство по бесперебойному выпуску необходимого объема медицинских средств защиты. В ближайшую неделю запланировано подписание рамочных договоров, согласно которым к осени 2020 года медицинская промышленность Казахстана сможет обеспечить достаточную оснащенность средствами индивидуальной защиты и готовность к возможной второй волне COVID-19. Вадина, а при каких условиях вообще возможно ослабление карантинных мер? Что известно? Оскар, карантин будут ослаблять, если прирост заболеваемости COVID-19 не превысит 7% в течение недели. Об этом сообщил главный санитарный врач республики. Но судя по данным карты Яндекса, казахстанцы, которые регистрируют самоизоляцию граждан, казахстанцы уже сейчас пренебрегают необходимыми нормами. Уровень изоляции сейчас самый низкий почти во всех городах. Очень много людей сейчас на улицах Нур-Султана, Алматы, Шимкента, Талдыкургана. Вот только жители Тимиртау немного соблюдают карантин. Они на третьем месте по шкале из 5 баллов. Режим карантина, возможно, продлят до конца июня. Послабления собираются вводить поэтапно. Для этого разработали специальный комплексный план из 159 пунктов, сообщил заместитель премьер-министра Ироле Тукжанов. А накануне главный санитарный врач Айжан Исмагомбетова подписала постановление о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения. И теперь прибывающих из Алматы, Нур-Султана и Шимкента и других стран будут изолировать не на две недели, а всего на пару дней. Поручено обеспечить изоляцию в карантинном стационаре до двух суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через государственную границу Казахстана на железнодорожном транспорте и автопереходах, за исключением правительственных делегаций Казахстана. На сегодня в Казахстане подтверждено 5138 заболевших коронавирусом. 2020 вылечились. За прошедшие сутки впервые число выздоровевших превысило количество заболевших. Всего от COVID-19 за весь период скончались 32 человека. Последний летальный случай произошел сегодня в Шимкенте. Умерла 65-летняя женщина. У нее имелись хронические заболевания. В больницу она поступила с диагнозом ОРВИ. Позже анализ подтвердил наличие в организме коронавируса. Мадина, а вот какой будет вторая волна коронавируса? Не придется ли нам всем ходить вот в таких защитных костюмах? Пока прогнозов нет, но будем надеяться, что не придется. Очень уж неудобно и душно в этом костюме. Да, очень будем надеяться, Мадина. Спасибо.